Производство киностудии Арменфильм У кого были львиные сердца На Владикавказской дороге Средь белой дня самого Губернатора ограбили Нравится него? Хорошо мне этот снимок на глаза попался А то бы он так в деревне и пропал И вы бы ничего не узнали о своих предках Может, скажешь, дед, где ты нашел его? Где нашел? На дне сундука Дедушка, а где тут сундук? Эй, Рубенджан Разве ты не знаешь, где деревня, там и сундук? А правда Кто эти мужчины? Сказал же, твои предки Дед, а что ты еще привез из деревни? Эй, Рубенджан И все-то ты хочешь знать А еще в нашем сундуке я нашел одну хорошую песню для тебя Хочешь, спою? Да Я, наверное, во всей Армении один только и знаю эту песню Забыли я давно Ну, слушайте Хочешь 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 Мой отчий край Много у тебя больших забот Но так же велики и твои надежды Камениста твоя земля Но ты расцвела и на камнях Я горсть твоей земли Я побег от твоего цветка Я твоя малая частица Ты и я Мы одно целое И это Субтитры создавал DimaTorzok Режиссер Генрих Малян Оператор Карен Месян Художник Микаэл Ракелян Композитор Роберт Амирханян Композитор Роберт Амирхан 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шаке Тухманян, Саркис Черчан, Ашот Никагасян, Корене Сукьясян, Юрий Каюров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Видишь, теперь, какой я маленький? Это его гены, потому что каждый перекладывал на его плечи свою ношу. Ему было тяжело нести, а у меня ноги подкосились. Опять перекур. Ну и что? Ты что, боишься его? Да нет, неудобно как-то. Он знает свое дело. Пугает, чтобы уважали. Это нормально. Говорим, любим, а сами боимся. Говорим, уважаем, а тоже боимся. Ладно, идем. Послушай, я сегодня должен пойти в один дом. Хочешь со мной? Бери пример с предков. Ты что, за мной ходишь? Ты что за мной ходишь? Ты что, влюбилась, что ли? Да? Ну, скажи. Да? Смотрите на нее. И не ходи больше. А если пойдешь, то не ближе десяти метров. Иначе пеняй на себя. Ясно тебе? Хорошо. Ей. Хорошо. Хорошо. Не показывайся. Увидит, ни за что не пустит в общежитие. Принципиальный. Я уж и деньги предлагал, не помогает. Пошли. Быстрей. Вот и я. Не ждали меня сегодня, а? Знакомься с товарищем. Майя. Здравствуйте. Здравствуйте. Левон. Дед, а можешь нам сказать, кто из этих разбойников самый смелый? Трусов там нет. Разве это разбойники? Какие-то пришибленные людишки. Такие даже мухи не обидят. Разбойники это... Откуда тебе знать, какие бывают разбойники? Дед, а ты кого из них видел? Ну, не то, чтобы видел, а знаю. Как же ты знаешь, если не видел? Их, наверное, сами их ограбили. А пистолеты? Нет, наши предки себя в обиду не давали. И все-таки они производят жалкое впечатление. Ну, посмотри. Разве мы на них похожи? Замолчи. А ты? Какое ты имеешь отношение к нашему роду, зятек? Ну, кто ты такой? Ну, посмотри ты на себя. Ты только слегка напоминаешь мне мужчину. И он еще хочет продолжать мой род. Субтитры создавал DimaTorzok Сынок, Меружан. Что, отец? Иди ксюда. Ты что же это делаешь? А что? Ну, что ты таскаешь за собой эту несчастную девочку? Какую девочку? Я это каждый день вижу. Ну-ка, сядь. Сядь. А? А я знаю. Не знаешь? А что тут знать? Ну, девушка. Ну, любит. Как это у тебя легко получается? Любит и все. А что мне делать? Что делать? Ведешь ты себя как-то не по-мужски. Мужчина должен уступать дорогу женщине. Всюду ее опекать. Нужно следить за тем, чтобы никто ее не обидел, не посмотрел на нее косо. Ты что, не знаешь? Те времена кончились. Теперь нужна дистанция, понимаешь? Что нужно? Нужна дистанция между мужчиной и женщиной. Влюбленных никто не ценит. Ты люби, как положено мужчине. Что это еще за дистанция? Может, близости только те боятся, кто пустоту вот этого места показать не хотят? Кто тебе сказал такую глупость? КОНЕЦ А давно ты с Андриком знакома? Ты опять? Здравствуй, Айрик. В прошлом письме я обмолвился насчет наряда, но это я со страха, наряда мне не дали. На первый раз отделался замечанием. Так что все в порядке. Старшина ко мне относится очень хорошо. Может быть, даже на несколько дней получу отпуск. Тогда приеду домой. Но хочется, чтобы ты сам приехал сюда. Ты ведь нигде не бываешь. А здесь очень интересно. И по ночам сейчас светло, как днем. Да, ребята, сегодня по радио слушал беседу врача. Он говорил, что для инфаркта нужно 4 миллиона отрицательных импульсов. А попросту мелких огорчений. Будь то грубое слово, косой взгляд, копеечка, что вам не додали. Не надоело тебе языком трепать. Ага, вот еще один отрицательный импульс. Осталось набрать уже совсем немного. Хай-ри! Куда ты только смотришь. О чем ты? О чем? О парне плохо заботишься. Какой же ты отец? Мальчишка. Тебя самого надо воспитывать. Что случилось? Поздравляю. Сын твой скоро станет отцом. Я ли не говорила. Следи за ним, следи. Не знаю только. Какая ты приличная девушка, захочет заиметь ребенка без нашего ведома. Честь семьи. Конечно, мы все теперь в ответе. Да что случилось? И он еще спрашивает. Неужели все еще не ясно? Он сказал все в ответе. Такая семья, как наша, на весь Ереван одна. С нашей честью играть нельзя. Ты этого не знаешь. То есть, как не знаю? Такие вещи все знают. Да нет, все это не так. Тогда объясни. Значит, в этом мире потеряется один из нашего рода. Этот ребенок наш или нет? Ну, допустим, что да. Только все это, отец, намного сложнее. Куда уж сложнее. Ты часто бывал у Майи? Да. Ну и что? Нет, ничего. Ничего. Но ребенок все-таки наш. Ну, тогда так. Ты приведешь мать с ребенком. Ну, о чем ты говоришь? А я говорю, что ты приведешь. Да ты, ты, ты ведь ничего не знаешь. Я не знаю, но ты тоже не знаешь. А что будет дальше? Один останет два. Два уже четыре. А четыре сто четыре. Поезжайте, вечером встретимся. Ладно, обязательно. До встречи. Привет. Чего хмуришься? Что-нибудь случилось? Ничего. Не иначе Майя испортила тебе настроение. Стоит ли из-за этого огорчаться? Неужели там у тебя все всерьез? Я же тебя предупреждал. Ты, конечно, дал ей повод так себя повести. Я вижу, так оно все и случилось. А надо было держать ее на расстоянии. И все дела. Сам виноват. Зачем ты бывал с ней на людях? Неужели ты так наивен? Ну и не отвертишься теперь от ребенка. Тебе-то что за дело? Стой. Хочешь, зайдем сейчас к ней? Я поговорю как надо. И она оставит тебя в покое. Нет. Ну, как знаешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Заблудился голод? Что скажешь? Придержи язык. Здравствуйте, дядя Овсеп. Очень хорошо, что вы зашли. Майя? Это не Майя. Это отец Ливона. Все вытряслось, дядя Овсеп. Все нормально. Ни у кого никаких претензий. Все, как у нас говорится, в ажуре. Претензий у меня. Я хочу увезти Майю к нам. Как это? А ну, проваливайте все отсюда. А ну, проваливайте все отсюда. Вы что-то сказали? Илья, слышался. А кто вас сюда звал? Молодец. Ну, я-то свой, дядя Овсеп. Я свой. Я ушел. Только так их можно отводить. Молодец. Ты мне нравишься. Если бы я пришел раньше тебя, сделал бы то же самое. В русско-турецкое я был добровольцем. А знаете, мужчинам сюда вход запрещен? Я не знал. Ну, что вам нужно? Я хочу, чтобы у тебя все было, как у людей. Чтоб ты жила у нас. Это он вам сказал? Он сам? Ага. Нет. А с чего это вы взяли, что вам все дозволено? Явились? Без спроса выставили всех за дверь? Может, и меня сунете под мышку и отнесете домой? Следовало бы у меня спросить. Я вам кажусь такой бедной, беспомощной. А может, это я отвергла его? Какой-то? Прости меня. Прости. Так получилось. А из каких мест ваш сторож? Дождался. Нашли невесту. А я-то при чем? Что вы на меня уставились? И тебя я знаю. Ты тоже хорош. Знаю я вас всех. Вам все равно, кого вы в дом притащите. Из такого важного дела балаган устроили. И не спросите, будто меня здесь и нет. Невеста наш род должна продолжать. Ну, это ее не очень-то заботит. Левон-то еще дитя. Здесь отец во всем виноват. Ну, и девушка меня удивляет. Она-то должна была думать. Ах, значит, девушка, а не мужчина. А кто же? Отец, отец. Как ты можешь судить о ней, ты ее не знаешь? Знаю, не слишком-то вы сложные. Только и думаете о том, как бы подцепить нашего брата на удочку. Мама. Что мама? Совсем совесть потеряли. Некоторые из вас. Знай свое место и не порти другим жизнь. Если сама как следует жить не умеешь. Эта девушка должна знать свое место. А кто же? Да хотя бы ты. Я? А я-то при чем? Хочешь всех нас расставить, как мебель. Хочешь, чтоб тебе всегда было удобно перемещаться. Хочешь гулять и ни за что не задеть. Тебе так невыгодно, пронумеруй нас, если ты так считаешь. Может, ты и на меня бирку навесишь. Подумай, что ты говоришь. Это она из чужого голоса поет. Я знаю, чьи это слова. Хватит замолчить. Никто из вас ничего не смыслит. Если бы не я, что было бы с нашим семейством? Разве можно так? Вот, насмотри на моей айкуш. Сто человек пришло. А вы что? Первую встречную в дом приводите. А кто она? Какого рода и племени? Вам и дела до этого нет. Я-то при чем? Со мной не считаются. Нашел? В аэропорт ездил? Был на вокзале. А в Ленинакан телеграфировал? Был я и на вокзале, и в аэропорту везде. И телеграмму тоже дал. Ну и что? Ну? Нету. Не одобряю я это. Вот не одобряю и все. Так вот схватиться ни с тобой ни с сего. Чужую и незнакомую женщину звать в семью. Может, ты хоть меня бы взял с собой, чтобы посоветоваться? Иначе от стыда внук мой сбежал. Надо на его службу сходить. Ты что, Авсеп, не спать ли укладываешься? Это сейчас-то, когда пропал твой сын. Ну, герой. Ничего с ним не случится. Ничего плохого он себе не сделает. Он не из тех. Так что нечего тревожиться. Ливон давно уже не мальчик. Это его дело. Хочет он заводить себе семью или нет? Он, во всяком случае, так считает. Чтобы, не дай бог, не проиграть. Вот так и тянем себе. Но потребность человека жить друг для друга и для добра. Так для чего ж тогда на себя тянуть? Надо же что-то отдавать, а не только брать себе. Отдавайте другим, если сами хотите добра. Нет. Куда там о другом подумать? Себе. Счастье себе, удобство тоже себе. Радость, благополучие. И это мне, и это мне, и это мне. Не понимаем мы еще друг друга. Спокойной ночи. Ну что? Ливон у окопа. Да. Успокоились? Он свое дело знает. Что-то? М재от... Я слух. Я слух. Б Aufgabe. Спасибо. Успокой дня. Спасибо. Успоко casi и что-то take artificial Useiuе. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА